Всем привет! Меня зовут Насиба и вы смотрите канал УПАПА. Для того, чтобы заснять свое первое YouTube-видео, я решила сделать тему introduction, то есть рассказать о себе. Сейчас первое. Меня зовут Насиба, можно Нася. Я учусь сейчас в Париже, заканчиваю второй курс фэшн-маркетинга в университете Ифа Парис. Я из Ташкента, у меня есть свой блог в инстаграме УПАПА, который я веду с 2016 года. Я его начинала в Телеграме, но потом из-за нехватки времени я его удалила, я открыла инстаграм. И вначале у меня был такой, знаете, любительский формат, у меня не было такого профессионального чего-то. Но я думаю, за последние два года, как у меня появилось время, как я поняла, что это очень важно и мне нужно в это как-то вкладываться. И это мне очень помогало вообще в целом, самой себе узнавать о моде и вообще о людях, которые на меня подвесны. Есть те, которые тоже разбираются в моде, мы с ними обсуждаем, мы можем что-то поделиться мнениями. В общем, это мне очень помогало в целом. Поэтому за последние два года я уделяла блогу больше времени, чем обычно. И я начала именно предоставлять такой информационный контент, именно статьи маленькие, обзоры. У УПАПА я обсуждаю, делюсь своими мнениями насчет коллекций, насчет дизайнеров, насчет стрита, насчет тренда. Это все, что касается моды, абсолютно все, что в ней происходит, я рассказываю именно там. Почему я решила создать YouTube-канал? Перейдем ко второму. Недавно я нашла одно видео своего любимого, кстати, YouTube-блогера, который говорил о том, как нужно создавать фэшн-YouTube. Потому что есть очень много фэшн-YouTube-блеров, которых я читаю, которых я смотрю и все остальное. И у них очень интересный формат, потому что будущее фэшн-журналистики все-таки это предполагаемо будет именно у молодежи, именно у вот этой вот социальной площадки людей, которые будут рассказывать о моде, именно делиться своим мнением, которое не зависит от брендов. Потому что в журналах и так далее, даже, знаете, очень часто даже в бизнес-фэшн-блог-бизнес, вот везде, где вы читаете, очень часто мнения и обзоры коллекции всегда описывают именно саму коллекцию и сам показан. Нет там никакого критичного мышления, нет ничего такого, который будет вам давать какую-то именно ценную информацию насчет коллекции. Это, конечно, печально, не все такие, но таких сейчас очень много, потому что это зависит от работы журнала, потому что журнал зарабатывает в основном на рекламах, а эти бренды платят за эти рекламы, поэтому критичное мышление в журналах это очень большая редкость. Поэтому я считаю, что очень важно высказывать свое мнение, свой войс через социальные площадки, где люди такие же, как и мы. Например, я представитель, например, скажем, Джин Зи, правильно? Поэтому я, как представитель вот этой вот молодежи, которая интересуется модой, я могу давать свое мнение, и те же люди, которые интересуются модой так же, как и я, могут послушать мое мнение, поделиться своим мнением, рассказать своему другу, и вот так вот акция будет создаваться вот это вот сообщество, которое будет интересоваться модой, и которое наверняка, я думаю, поможет многим людям выстраивать свое мнение так же, потому что когда вы видите только анализ показа, а не какой-то критичный подход, хотя многие очень спорят, что критики больше не нужны и так далее, но все-таки это очень важно, я считаю, что это очень нужно уметь, нужно смотреть и нужно знать, как делать. Вот, так это главная причина, почему я создала YouTube Fashion, и еще одна причина, почему, потому что я первый раз вот так вот говорю на камеру, для меня это огромный челлендж, и я люблю брать на себя челленджи, мне это нравится, поэтому я буду пробовать, как бы это тяжело не давалось. Я уже пробовала записывать видео пару месяцев назад, когда я думала над тем, чтобы создать Fashion YouTube, но я была ими недовольна, я их удалила, и в итоге решила не грузить. Сегодня я записываю снова с новыми силами, и, да, надеюсь, у меня получится, и надеюсь, вы меня поддержите, потому что все статьи, что я пишу, я теперь буду их переделать, так скажем, на видеоформат, где я буду именно рассказывать, там, монтировать и все остальное, но, опять-таки, в Инстаграме всегда будет стоять тот же блог, но я думаю, что вот эти вот крупные статьи, которые я пишу, которые, я думаю, малое количество людей все-таки читает, потому что Инстаграм — это все-таки визуал, правильно? Вот эту вот информатику, вот эту информативность, я буду передавать именно через YouTube, где я буду записывать видео. И вы, конечно же, в комментариях можете написать, что вам хочется послушать, потому что я могу воспользоваться тем, что я сейчас в Париже, и я могу заснять что-то про Париж, пойти в какие-то универмаги, показать коллекции, все остальное. Очень много идей на самом деле. Напишите в комментариях, что вы хотели бы услышать, и думаю, на этом все, не буду долго много рассказывать. И надеюсь, будете ждать мне последующих видео, где будет много информации, которой я буду стараться делиться. И поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями, если у вас есть люди, которые интересуются модой. Это только плюс нам, то есть никакого здесь минуса вам не будет, поэтому только плюсы. Надеюсь, вам понравилось. Ну и, как принято говорить, полайкайте меня, subscribe, прокомментируйте, что вы думаете, какие посты мне написать, и включите notifications, чтобы знать, когда я буду публиковать, потому что вначале, конечно же, каждый день никто не публикует в YouTube, так что вы будете знать, когда я буду публиковать, и будете видеть мои видео первыми. Надеюсь, вам понравилось. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok